Традиционный обзор новостей мира. Как вы знаете, передача у нас полуаналитическая, поэтому мы рассмотрим основные тренды за неделю, базируясь на фактологии мировых новостей. Я хотел бы отметить практическую часть решения президента о упрощенной форме выдачи паспортов для жителей ЛНР и ДНР. Сегодня Леонид Пасечник, глава Луганской Народной Республики, дал интервью ТАСС, в котором он сказал, что практически все жители ЛНР хотят получить паспорт России. И существуют ограничения исключительно технического характера, что только 500 паспортов в день может выдавать центр в ЛНР. А система там такая, что паспорт России может человек получить, только имея на руках уже паспорт ЛНР. Соответственно, жителю Донбасса нужно сначала получить паспорт Республики ЛНР, а потом его уже обменять или там дополнительно получить российское гражданство, российский паспорт. Я хотел бы подчеркнуть, что достаточно своевременно пришло решение президента об упрощении этой процедуры. Дело в том, что само слово упрощение говорит о том, что эта процедура была, но она по каким-то причинам не работала или в силу каких-то там чиновников саботировалась. То есть народ оказался скованным, бесправным. С одной стороны, это киевский режим, который всячески ограничивает передвижение, перемещение людей. А с другой стороны, это наши миграционные службы, которые тоже оказались малоэффективны. И только внимание президента к этому вопросу и его личное решение, оно сдвинуло этот вопрос с мертвой точки. Это очень важно понять, что у нас в правительстве еще не все так на автомате работало, как по слову президента. Существуют какие-то скрытые процедуры, которые замедляют процессы, и с которыми приходится президенту работать напрямую, чтобы процесс в конце концов пошел. А мы знаем, что эта мера была уже гуманитарной, потому что люди там оказались в совершенно неприемлемой ситуации в Донбассе. И не могли ни то сделать, ни сего, ни поехать никуда, ничего не получить. Достаточно критическая была ситуация. Но сейчас мы видим, что хотя бы 500 паспортов в день в Ланайер уже обеспечивают чиновники. Но будем следить дальше, как наши русские люди будут облегчать свою жизнь, получая паспорта России. И хотел бы сразу о чиновниках сказать по нашей уже стране. Опять же, Министерство финансов РФ подготовило проект постановления правительства, который, опять же, упрощает процедуру получения финансовой помощи государству многодетным семьям. Для погашения ипотеки. Ну, речь идет о 450 тысяч рублей, которые государство Минфин покроет для закрытия процентов или остатков по ипотеке для семьи, где 3 и больше ребенка. Опять же, вот, налицо явный саботаж невыполнения поручения президента. Потому что была создана процедура, а процедура, она оказалась нерабочей. Многодетные семьи свою ипотеку не могли облегчить, не могли получить эту сумму. Пришлось упрощать эту процедуру для того, чтобы она заработала. Опять же, мы вот такими косвенными признаками понимаем, что чиновники наши, они противодействуют решениям президента, поручениям президента. Ну и в догонку, значит, о том, о чем мы говорим. 15 мая прошло совещание, которое провел Медведев. Совещание с Кабинетом министров об исполнении поручений президента. Мы видим, что Медведев уже подвергает жесткой критике федеральной и региональной власти из-за низкого уровня дисциплины при исполнении части поручений президента и правительства. И он приводит практические примеры, опять же, или непрофессионального действия чиновников, либо открытого саботажа, нежелания, нежелания доводить деньги до населения, прямое противодействие. Хочется сказать, что в стране достаточно большая проблема с чиновниками и с тем, что социальные лифты во власть, они не работают. А чиновниче, значит, вот это сословие, которое там работает уже меняя поколение, оно фактически либо находится под воздействием внешнего управления и просто занимается продажей страны в каких-то своих частях тех должностных обязанностей, которые они выполняют. Либо это просто непрофессионалы, которые фактически не могут выполнять свою работу. И хочется, конечно, пожелать и правительству, и президенту, аппарату президента, ввести какие-то повышающие эффективность моменты, чтобы улучшить работу чиновничества. А я считаю, что это должна быть прямая ответственность, персональная ответственность за исполнение своих должностных обязанностей и каких-то проектов, в частности, поручений президента. Это персональная ответственность должна быть. И второе, что не должны быть такие бешеные зарплаты. Должна быть средняя зарплата по отрасли, которой чиновник управляет, занимается развитием той отрасли. А уже по результатам работы года, допустим, выделяется премиальная сумма. В зависимости от того, каков результат чиновника. Тогда появятся подвижки. Просто те лентяи-бездари, которые сидят во власти, может быть, по какой-то преемственности родовой, по блату устроившейся. Они просто не смогут там находиться, если они не станут профессионалами. Хочется пожелать, чтобы такие критерии были введены. Но хотел бы отметить еще на международном плане события. Это заявление Владимира Ермакова, а это директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями. Министерство иностранных дел. Вот как раз Владимир Ермаков разоблачал зарубежные СМИ в Нью-Йорке, когда, может вы помните, привозили девочку из Сирии, которая якобы подверглась газовой атаке и задыхалась. И она разоблачала вот эту спецоперацию, когда все это фальсифицировано было в применении химоружия. И как раз Владимир Ермаков этим занимался. В данном случае он сообщил телеканалу Вести о том, что после отказа США по ДРСМД происходит тихое распространение ядерного оружия в страны Европы. А страны Европы либо делают вид, что ничего не происходит, либо просто не задумываются над провокационными действиями США. Страны ЕС бездумно ставят себя на грань ядерной катастрофы. И это было заявлено официально. И я думаю, эти страны начали понимать. Но важен сам факт, что наш МИД делает прямые такие заявления, собственно, предупреждая Европу о том, что официально-то, допустим, та же Румыния или Польша, они не обладают ядерным оружием. Но так как американские ракеты стоят на их территории, то, собственно, власти подвергают опасности свое население. То есть, фактически бездумно. Либо по каким-то другим причинам. И этот голос России, предупреждение, он сейчас звучит достаточно громко. И он вот прозвучал в наших СМИ. И в ответ, в ответ Совет Евросоюза, понимая наверняка эту проблему с оружием США, которое нацелено на Россию, распространило на неделе заявление на уровне министров обороны стран ЕС с призывом активизировать оборонное взаимодействие в рамках европейской программы постоянного структурированного военного сотрудничества. Есть такой проект европейского военного взаимодействия. И он сейчас получает второе дыхание. Его очень критикуют США. И прямо указывают, что это ведет к необоснованному распылению средств и дублированию функций НАТО. США опасаются, конечно, что Европа идет прямым курсом к своему суверенитету. Это происходит на наших глазах. И в общем-то этому способствует Россия тоже. То есть никому не хочется жить под прицелом российских ядерных ракет. И в ответ Евросоюз призывает воссоздать свою европейскую союзную силу военную и самостоятельно заниматься обороной. Естественно, все чиновники Евросоюза, бизнесмены, влиятельные люди Европы, они понимают, что Россия никогда не нападет ни в планах, ни нападет на Европу. Это все прекрасно понимают. Но вынуждены считаться с давлением из США. Сейчас мы видим, что это уверенно медленно, но уверенно меняется. Я напомню, что 15 ноября 2018 года президент Франции Мануэль Макрон в эфире Центрального телевидения, их Неван ТФ-1, заявил, что общеевропейской армии необходима для того, чтобы самостоятельно решать ряд проблем и не зависеть полностью от помощи США. Вот мы видим дальнейшее развитие этой ситуации. Ну и в общем-то дальнейший ответ, опять же, вовлечения Европы в сферу интересов России и оттягивание ее от США. Это вот такой факт. Прозвучало это в ТАСС, который взял интервью у официального представителя компании Nord Stream. Газовый поток, Северный поток-2. Nord Stream это оператор, которым владеет Газпром. И информация, которую они дали ТАСС, этот представитель, что 5 европейских энергокомпаний, крупнейших партнеров Газпрома, уже вложили в реализацию проекта по миллиарду евро. И, по сути, базовая часть инвестиций, она уже освоена. И мы вот на неделе слышали, что осталось проложить по дну Балтийского моря там порядка 40 километров. То есть газопровод почти готов фактически. И его бюджет в 8 миллиардов евро фактически уже покрыт партнерами. Партнерами Газпрома, европейскими партнерами. И это, собственно, ответ в той политической ситуации, которую мы видим отстраивание Европы от США и, в общем-то, вовлечение Европы в сферу интересов России. И на неделе тоже возможно слышали, что Ангела Меркель в интервью в газете Handelblad она тоже сказала, что Совет Европы, у него недостаточно своих возможностей, чтобы остановить окончание строительства потока-2. То есть Ангела Меркель вполне уверена, что спокойно газопровод будет достроен и будет в конце года введен в эксплуатацию. Это ответ, в общем-то, тоже США. Достаточно конкретный. Другая новость, которая касается США, это внезапно госсекретарь Майк Помпео внезапно прилетел в Ирак и провел переговоры с премьер-министром Ирака и президентом страны Бархам Салих. Бархам Салих. И в результате ряд дипломатов США были отозваны из Ирбиля. Этот факт, в общем-то, такой показательный, поскольку США чувствуются, что чувствуют себя неуютно в Ираке. явно опасность для граждан США в этой стране. Сейчас там дипломат, дипломатического корпуса находится 2000 человек. И вот консульство в Ирбиле фактически закрывается из-за невозможности обеспечить безопасность граждан США. Опять же, мы видим выход США из влияния на Ближнем Востоке, в частности, в Ираке. А второй факт, который это доказывает, в том, что на неделе прошла пресс-конференция по результатам заседания Межправительственной комиссии России и Ирака, где было объявлено о решении Ирака закупить российские средства ПВО С-400. То есть, не американские какие-то Патриоты, а Ирак закупает С-400. И тут тоже мы можем видеть определенную тенденцию ухода США из Ближнего Востока, ослабление влияния США на Ближний Восток. И это подтверждается фактически вот такими событиями. Ну, если перейти к самому США, слушай, мы говорим о однополярном мире, то прошла информация на этой неделе в агентстве Bloomberg. Они ссылаются на данные демографического правительственного доклада о демографии США. И за 2018 год по итогам этого исследования оказалось, что рождаемость в стране снизилась до самого низкого показателя за последние 32 года. это в первую очередь касается белого населения, но в том числе уже и черного и испанского населения. и если в 2016 еще было значит индекс индекс рождаемости на семью был 2,1 то есть чуть больше, чем сохранение населения 2,1 то в 2018 этот показатель опустился до 1,7 то есть население США постепенно потихоньку рост остановлен и начался постепенный спад населения. И службы США отмечают, что несмотря на то, что США становится многорасовой страной но эта тенденция снижения она относится как к белому населению так и ко всем остальным нациям и цветом кожи которые проживают в США но белое население США уменьшается быстрее и если эта тенденция продолжится то к середине 21 века белое население в США будет меньше половины вот такая тенденция происходит и я хочу сказать что это не случайные события это воплощается решение надгосударственного управления в том числе различных инстанций таких как Вильдербергский клуб римский клуб и в общем-то в самих США еще в 75-м году был принят меморандум национальной безопасности НССМ 200 в котором была поставлена задача взять под контроль рост народонаселения планеты и обеспечить глобальное снижение рождаемости на прошлой неделе мы говорили о снижении детей процента детей населения в Японии вот сейчас пришла статистика из США и это конечно результат политики надгосударственной политики в отношении населения западных стран и всего мира соотношение детей и стариков оно очень быстро меняется быстро меняется конечно это и официальная политика запада направленная на переформатирование сознания детей то есть это трансгендерное право как мы и раньше говорили это защита сексуальных меньшинств защита гомосексуалистов признание браков между гомосексуалистами и в общем-то их политика приносит вот такие плоды что население США пошло к уменьшению я хотел бы отметить что вот эта политика она пытается прорываться и на территорию России вот на неделе ряд трансляций прошел как наши активисты пикетировали общественную палату значит в общественной палате готовились материалы для рассмотрения специалистами России по изменению международной классификации болезней для диагностики психических расстройств в клинической практике и что туда приехали значит в общественную палату иностранные специалисты эксперты и задача их состояла в том чтобы внедрить такое понятие вот в этот документ МКБ 11 международной классификации болезней что гомосексуализм и трансгендеризм это варианты здоровья то есть не психическое расстройство а просто варианты здорового состояния организма среди приглашенных был Джеффри Рид который известен тем что приложил усилия для исключения трансгендеризма из списка психических заболеваний и с 14 мая НОД пикетировал здание общественной палаты и в комментариях мы к трансляциям мы видели что приглашенные как раз были застали пикет НОД общественной палаты и они просто сидели в автомобиле они не боялись выходить и только когда через 3 часа когда пикет НОД ушел они вышли из машины и проследовали помещение общественной палаты вот такие поползновения западная западных западной политики в отношении народа населения она пытается проникать и через общественные палаты общественные организации какие-то фонды какие-то гранты вероятно протолкнуть пролоббировать через Госдуму через другие законотворческие собрания именно вот эти законные акты законопроекты которые бы еще больше уменьшили народное население России вот этому мы конечно противодействуем и на этой неделе конечно все обсуждают события в Екатеринбурге мы в общем-то дали по этим событиям новость тоже в информагентстве нашим привели цитаты Евгения Федорова об этом что происходит ну конечно прощупывание обороны различные отряды которые ездят по стране и ищут вот такие моменты которые будоражат общественное мнение сознание и где бы устроить Майдан это с одной стороны но с другой стороны я хочу рассмотреть это событие с точки зрения логики управления в стране вот в том же Екатеринбурге у нас стоит Ельцин центр если мы посмотрим то в общем-то финансирует строительство и исполняет строительство ну фактически те же компании что строили Ельцин центр застройщики они же собираются и застраивать этот этот храм по сути происходит то что девяносто первом году к власти пришли кланово-корпоративные группировки которые в правовом режиме были узаконены и сейчас фактически они стоят у власти их представители стоят у чиновников и они конечно благодарны Ельцину и тем святым девяностым когда в их руки попало народное имущество заводы фабрики транспортные какие-то инфраструктуры которыми они пользуются до сих пор и в общем-то в желании своем укрепить свое положение они конечно разрабатывают различные планы и в этом плане религия и РПЦ христианства в целом нужно рассматривать с двух сторон во-первых это конечно духовный путь развития личности и он существует в христианстве как и в другой любой религии но с другой стороны религия мы знаем это средство управления обществом и если советские времена была гармония между двумя функциями христианства которая давала духовность и в принципе скромно присутствовала в плане управления обществом в общем-то жили на свои деньги то сейчас ситуация изменилась функция духовного совершенствования человека она уменьшилась поскольку все меньше и меньше народу приходит церкви это фактически факт тот расцвет посещений церквей который мы видели в 90-х он пошел на спад и сейчас все меньше и меньше прихожан то есть эта функция она уменьшилась а функция управления общественного управления массами она наоборот взлетела к небесам поскольку финансирование РПЦ оно находится на потрясающем уровне мы видим как грибы растут церкви и естественно есть какая-то сила которая хочет использовать превращает РПЦ фактически в корпорацию и хочет использовать этот орган для подавления для того чтобы сделать народ покорным власти покорным новой элиты и соответственно они конечно заинтересованы в том чтобы строить церкви как можно больше и чтобы народ фактически был под управлением под управлением и продолжить фактически свое управление в стране вот что происходит того что не было в СССР сейчас происходит финансирование РПЦ и РПЦ конечно пытается свою власть в стране увеличить под разными предлогами но мы должны помнить что есть две функции у религии это духовное совершенствование личности и общественное управление и сейчас функция общественного управления и содержание народа населения России в покорности новой власти оно очень гипертрофировано то есть фактически роскошные церкви строятся золотятся купола а у нас наука разваливается здравоохранение разваливается фактически народ работая на предприятиях не может прокормить свои семьи фактически все это происходит на виду и это повод задуматься для чего используется институт религии а на этом у меня все на эту неделю спасибо за внимание благодарю всех и хороших выходных встретимся через неделю